Городские полицейские разыскивают мошенников, которые цинично обманули 86-летнего хабаровчанина, представившись ему установщиками противопожарных систем. Преступники выудили у пенсионера деньги, которые он откладывал на собственные похороны – 65 тысяч рублей. Причем злоумышленники использовали престарелого горожанина в качестве дойной коровы. Они приходили к нему трижды. Жертвой обмана стал бывший мастер завода «Дальдизель», который овдовел и живет один в квартире на улице лейтенанта Шмидта. Первый раз к старику мошенники пришли вдвоем. Сказали, что по новому закону в жилье теперь обязательна установка порошковой системы пожаротушения. Пенсионер сначала воспротивился, поскольку у него не было планов на такие траты, но ему пригрозили. Если отказываться будут от этого мероприятия, значит, вроде как мы имеем право отключать электричество. Или второй вариант – это самое штрафование. Пенсионер заплатил за четыре устройства 40 тысяч рублей. Дали ему только одно, да и то сказали, пока не трогать. Остальное пообещали принести позже, когда начнется монтаж. Через несколько дней к пожилому хабаровчанину наведался еще один представитель этой несуществующей компании. Он взял у пенсионера еще 20 тысяч, якобы за обязательную страховку противопожарных систем. Потом явился и третий. Пенсионер уже насторожился и не хотел общаться, но мошенник был настойчив и выудил еще 5 тысяч, якобы за участие в льготной программе. Потерпевшему обещали вернуть деньги за устройство, и он снова поверил. Это все вернется вам через три месяца. Когда это все оформится, вроде бы, он сказал, как пенсионер. А, что вам вернут деньги. Да, 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 да. Адрес и телефоны фирмы, которыми снабдили старика, естественно, оказались фейковыми. Сотрудники полиции обращаются к гражданам. Будьте максимально осторожны и не впускайте в квартиру злоумышленников, которые могут представляться специалистами по установке разного рода приборов, а также работниками различных предприятий. Если вы полностью не уверены в правдивости их намерений, перед тем, как открыть дверь, позвоните обязательно в организацию, которую они представляют, и уточните полную информацию о сотрудниках. Мошенников разыскивают. Похоже, в городе завелись какие-то гастролеры, и жертв может быть больше. Будьте бдительны. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов. С места происшествия Валентин Борозняк.